Август, такой красочный месяц, но есть в нем какая-то грусть. Мы понимаем, что короткое лето входит в завершающую стадию. Дел в августе всегда очень много, так как еще продолжаются работы в саду. Прополки, подкормки, полив, но добавляется еще и уборка урожая, заготовки на зиму и размножение и посадка некоторых растений. Но как тут все успеть? Как всегда, в начале месяца я подготовила шпаргалку, чтобы не забыть о самых важных делах. Мой сад находится в Московской области, поэтому делайте коррекцию с учетом своего региона. Коротко о самом важном. Начнем с огорода. В начале месяца, если еще не сделали это, срочно убираем лук и чеснок, иначе перестоявшие головки и луковицы храниться не будут. Сушите на сквознячке, не обрезая листву, пока она полностью не пожелтеет и не высохнет. И лишь после этого обрезайте и отправляйте на хранение. Капуста в августе особенно подвержена атакам слизней. Они способны сделать из нее кружева за короткий период. Ловушки, специальные средства, диатомит, толченая скорлупа – все средства хороши при борьбе с врагом. Уже поспели некоторые корнеплоды, они храниться не будут, поэтому позаботьтесь о их переработке. На хранение мы убираем овощи в сентябре-октябре. У томатов обрезаем все бутоны. Их в августе бывает еще очень много, но нужно дать вырасти завязавшимся плодам. А от августовского цветения, как правило, большие плоды вырасти не успевают, если, конечно, не случится невероятное везение с погодой. А вот рисковать уже заложенным урожаем не стоит. Листья пасынки и цветочные кисти удаляем по максимуму. Кроме того, сокращаем полив. Заболела картошка фитофторы. Как только увидели незначительное поражение, лучше копайте, ведь пораженные клубни и сами храниться не будут, и соседние заразят. А клубни с пораженной картошки и на семена не оставляют. Если и томаты фитофторы посетила, то лучше не ждать, она не рассосется. Снимайте все, что выросло, обрабатывайте горячей водой, раскладывайте в один слой на дозревании и почаще перебирайте, так как на вид здоровой плоды через некоторое время начинают проявлять признаки болезни. Если фитофторы нет, то продолжайте проводить профилактику от нее, не расслабляйтесь. Ну а если все уже случилось, то нужно тщательно выбрать все стебли, корни и листья и обязательно сжечь их. Ни в коем случае не закладывайте в компост и не выносите за ворота. Болезнь будет возвращаться снова и снова. Землю после фитофторозных растений несколько раз нужно пролить фитоспорином. Можно аллерином. Между обработками перекапывать. Теплицу промыть с порошком горчицы и тоже обработать. После всего этого можно посадить семена горчицы и выращивать ее до зимы. Но одну грядочку в теплице все же можно отдать под зелень, редиску, ведь овощной конвейер должен работать до снега. В теплицу также можно посадить несколько кустиков ремонтантной клубники, чтобы осенний урожай успел вызреть и ягодки в тепле были бы вкуснее. Ну и самой ранней весной, конечно же, мы полакомимся ягодками. Зелень можно высевать не только в теплицу, но и на все освободившиеся грядки. Выбирайте быстро растущую для улицы и с более длительным периодом вегетации в теплицу. Много работы в августе в цветнике. Заболевшие растения, например, пионы, ирисы, обрезаем в срочном порядке и тоже на костер. Возьмите за правило раз в несколько дней делать обход с секатором и удалять заболевшие растения. Обработка идет уже не просто фитоспорином, он для профилактики, а фитоспорином-реаниматором. А здоровым и зеленым растениям еще нужны подкормки. Только в августе мы переходим с летних на осенние. Растения не должны получать много азота, бурный рост им уже ни к чему. Нужно делать запасы калия, фосфора для отдачи хорошего урожая и возревания побегов. Для этого можно использовать готовые осенние удобрения, которых сейчас продают много. С некоторыми растениями в августе нужно повозиться отдельно, например, обрезать дельфиниумы. Но делайте это аккуратно в перчатках, так как растение ядовито. Если его подкормить, то он еще может дать повторное цветение в конце месяца. Сейчас можно его и размножить, отделив розетки. Куст старше 3-4 лет желательно вообще делить. Он стареет и может не перенести зиму. Да и цветение у старого куста не такое обильное и красивое. Кто по каким-то причинам не успел поделить, рассадить ирисы, сделайте это в срочном порядке. Листья и корни укоротите на 15 см. Оставляйте на посадку только молодые, здоровые части. Не забывайте, что при посадке ирисы не заглубляют, а спинки оставляют на поверхности земли. К середине августа можно выкопать и поделить пионы. Только предварительно посмотрите, готовы ли почки. Можно немного откопать землю у куста, чтобы добраться до них. Если почки маленькие, то и не трогайте. Ведь пионы возревают в разные сроки. И то гибриды вообще в августе делить рано. К концу месяца отсветут лилейники. Их тоже можно будет поделить и рассадить. Делать это следует раз в 4-5 лет, иначе куст истощается и крупных цветов мы не увидим. Верхушки подрезаем на 20 см, а вот корни лучше не трогать, но если только укоротить самые кончики. Конечно, луковичные сажать в августе рано. Но есть исключение из правил. Безвремники частенько начинают зацветать уже в середине месяца прямо в корзинке для сушки. Поэтому безвремники сажаем именно в августе. А в середине или конце они вам сами подскажут. Такая же история с рябчиками. Они во время хранения начинают выпускать корни. Так что заглядывайте к ним почаще, чтобы не пропустить момент. Я уже рассказывала, какие хитрости нужно соблюдать при посадке рябчиков. Так что перед посадкой пересмотрите этот ролик. Подготовьте свои розы к осеннему цветению. Обрежьте все, что цвело, подкормите, подлечите, если есть проблемы. И готовьте фотоаппарат для роскошного шоу. Ведь осеннее цветение роз – это нечто сказочное. Но к этому нужно подготовиться. Садовые примулы делят весной и осенью. А в август – самое время. Они прекрасно успеют укорениться, укрепить розетку и подготовиться к весеннему цветению. Кстати, многие примулы в августе еще и цветут. Если в вашем саду это так, то вы хорошо за ними ухаживаете. Уберите подсохшие за лето листья, подкормите, подрыхлите. И цветение будет обильным и долгим, почти до снега. В начале месяца можно черенковать флоксы. Для этого выбирайте не очень зрелые стебли, те, у которых цветочная кисть только формируется. Помните, что при выкопке маленькие частички корней, оставаясь в земле, могут прорасти даже через несколько лет. Чтобы через пару лет после черенкования в вашей грядке не появились нежданные сюрпризы, то лучше черенкуйте в горшок, который можно прикопать как в саду, так и в теплице. А в следующем году высадить растение уже на постоянное место. Начеренкованные в грядке флоксы очень засоряют землю. Если уж черенковать в открытый грунт, то сразу на постоянное место. Август – самое время посадки клубники. Но вот место нужно готовить заранее. Вообще, для любых культур место готовят хотя бы за 2-3 недели до посадки. Почему? Все почвенные бактерии должны прижиться, вносимое удобрение распределиться в почве. Но все, что вы вносите в землю, должно просто срастись. Почва – ведь живой организм. Так вот, под клубнику мы готовим место в начале месяца, а сажаем – с середины. Это если посадочные материалы вырастили из усиков от своих растений. Вот как раз до высадки есть время подкормить розеточки, чтобы они окрепли. Здесь очень важный момент. Если при осенних подкормках, а подкормки августа считаются осенними, мы используем специальные осенние удобрения, то клубнику, включая оставленные усики, мы должны до самой зимы подкармливать удобрениями для роста. Клубника к зиме должна нарастить как можно больше розеток. От этого зависит ее урожай в следующем году. Она уходит зимовать зеленую, поэтому и удобрения для нее идут не по той схеме, что для всего сада. Ну а если вам усы не нужны, то не забывайте их регулярно обрезать, чтобы не истощать растения. Все здоровые растительные отходы, которых в августе набираются очень много, мы складываем в компост. Чтобы все не просто лежало большой кучей, а работало, нужно перекладывать слоями земли, и можно проливать составами со специальными бактериями, которые ускоряют разложение биомассы. Просто разводим, как указано в инструкции, и поливаем послойно. К зиме у вас будет уже практически готовый компост для весеннего употребления. Еще нужно сказать отдельно об удобрениях яблонь и других больших фруктовых деревьев. До них, как правило, вообще руки не доходят, а они у многих сейчас стоят под урожаем и очень нуждаются в питании. А вот обрезать в августе ни кусты, ни деревья не советую, так как месяц еще теплый, и растения попытаются еще дать побеги смещения. В результате и толком побеги не дадут, но и сами ослабнут и не выздрюют. Отложите обрезку до сентября. Ну вот, вроде список основных дел готов. К ним, конечно, добавится еще такой же список, но работа работаем, а отдохнуть не забывайте. Всего вам доброго! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова